Доброе утро, мои дорогие, мои любимые, мои хорошие, с вами Оля, вы на моем канале. Так, 8 отра 7 минут показывают часы здесь, на машине, в машине. Вокруг красивая солнечная погода, красивый рассвет сегодня очень был, такой оранжево-розовый, очень приятный глазу. Сейчас такое голубое-голубое небо, красивые деревья вокруг. Но, вы знаете, 4 градуса, не так тепло. И сейчас я хочу зайти в магазин и посмотреть, как же будет в магазине. Уже вчера я уходила, было, я вам говорила, где-то 18-19 градусов. Это уже для меня очень большой результат, особенно с учетом, что пока еще отопление не включено. Я считаю, что это нормально. Но, все-таки, магазин был закрыт всю ночь. И вот, посмотрим, как там дела. Насколько изменилась температура или нет за ночь. Еще с предвкушением иду на работу. Да, оделась пока я все-таки еще достаточно тепло. На всякий случай. Привычка, наверное. Привычка, она же такая. К ней. Если уже привыкнешь, то потом отучиться очень тяжело. Да, у меня уже за эти годы выработалось, что зимой надо одеваться. О, зимой. В холод надо одеваться максимально тепло. Но ничего. Лучше одеться тепло и потом просто что-то себя снять правильно, чем не доодеться и сидеть до вечера мерзнуть и стучать зубами. Пойдемте. Пойдемте открываться. Я еще даже кофеек свой не допила в машине. Ну и ладно, уже там на работе допью. И сяду вам монтировать видео за вчерашний день. Сегодня буду снимать. Посмотрим, как вообще сегодня пойдет. Потому что вечером же пойдут за цветочками ко дню учителя на завтра. И явно будут покупать с вечера их. Потому что завтра с утра рано же надо будет в школу это уже нести. Вот поэтому я думаю, что, наверное, у меня после обеда будет много работы. Потому что привоз будет только после обеда. Ну ладно, посмотрим. Что заранее загадывать? Все будет так, как должно быть. О, Лена моя приехала. Это девушка, которая в крулосанах работает. Так что сегодня можно сходить за чаечком с имбирем. И за каким-нибудь крулосанчиком. Но это потом. Так, мои дорогие, только что вам смонтировала видео. Выгружаю сейчас его на ютуб. Где-то через полчасика вы сможете смотреть. У меня еще даже нету половины десятого. Так, сегодня четверг, 30 сентября. Мы уже это обсуждали, по-моему, в машине. Что завтра будут отмечать день учителя в школах. Сегодня вечером начнут ходить. Уже брать цветочки. Заказов у меня нету на день учителя. Ну, потому что я уже не первый раз говорю о том, что мои постоянные покупатели, наверное, думают, что у меня тут всегда оазис. Сколько раз я не прошу их делать заранее заказы. И очень редко, когда они это делают заранее, приходят вот по факту. И уже выбирают. В общем, скорее всего, так будет и сегодня. Поэтому я абсолютно спокойна. Главное, чтобы они не начали приходить до того, как мне привезут свежие цветочки. По температуре в магазине. Смотрите, пока еще прохладно. Но, тем не менее, я уже не так сильно заворачиваюсь в шарф. В принципе, я его даже периодически тут думаю, может его вообще снять. Но, ладно, пусть пока висит. То есть уже не так впритык, да? Руки уже не такие холодные. Работает холодильник достаточно тихо. И на долгий период времени, я заметила, отключается. Не так, как раньше. Но температура в самом помещении пока в пределах 18-19 градусов. И я все-таки думаю, это связано с тем, что пока не включено отопление. А вход все-таки здесь, улица рядом. Как вариант, посмотрим. Как я уже вам сказала, все будет понятно уже, когда включат отопление. Но тот момент, который я сразу отметила, когда я сижу в своем уголочке, я не чувствую потоков холодного воздуха, которые чувствовала раньше. То есть раньше я ощущала прямо холодок все время. Сейчас его нету. Что еще я хотела вам сказать? А, календарик. Говорю, говорю, календарик не показала. Возьми курс онлайн, нам советуют календарик. И я согласна. Век живи, век учись, как говорится. Я, например, люблю учиться. Для меня состояние получения новых знаний это самое вообще лучшее, что может быть. Я очень люблю постоянно что-то изучать, смотреть, брать какие-то курсы, какие-то марафоны проходить. Постоянно, чтобы вечно в меня входил поток какой-то новой информации. Ну, недаром у меня, вы сами знаете, два высших образования. Плюс, надо вообще полазить, посмотреть, сколько у меня корочек о прохождении всяких разных курсов. И это, поверьте, не флористика. Это курсы всего, чего только можно себе придумать. Я же и заканчивала курс конструирования дизайна одежды, пошива одежды. Да, было дело. Я теоретически могу даже сама придумать какую-то модель и полностью ее шить. Я заканчивала в свое время курсы барменов. И причем таких барменов, которые там прям в полете все делают. Что еще? Курсы секретарей у меня есть. Да, помощника, руководителя, там секретарь и все такое. Тоже заканчивала в свое время. Это я так сейчас просто в память, что мне пришло. Но на самом деле, я постоянно чему-то обучаюсь. И мне это очень нравится. Особенно, как сейчас наше время таково, что очень многое мы вообще можем взять онлайн. Если раньше то, что я вам назвала, это все курсы, на которые мне надо было ходить, то есть находить время, ездить на занятия, задавать зачеты, экзамены, то сейчас все намного проще. Сейчас есть интернет, есть возможность подобрать именно то, что вам необходимо. Именно у того преподавателя, который вам симпатичен, который вам откликается, и у этого преподавателя получать знания. Поэтому да, возьмите курс онлайн. Потому что это очень здорово. Очень здорово развиваться, очень здорово постоянно подпитывать свой мозг новой информацией. И вообще, когда мы изучаем что-то новое, мы отдаляем такие болезни старческие. Как это? В общем, вы поняли, да? Ну, в общем, человек, чем больше будет занимать свой мозг новыми знаниями, тем меньше у него будет проблем старости. Я вот так перефразирую, а то сейчас я знаю, мои какие-нибудь фанаты, хейтеры прицепятся к моим словам. Все, мои дорогие, 5 минут наговорила. А я ж не знаю, что еще вам снимать сегодня буду. Оставим чуть-чуть время на потом. Я говорю очень быстро, потому что только что ко мне зашел арендодатель уже со всеми инструментами. И сейчас мне поменяют еще все лампы. То есть у меня там ртутные такие старые, которые перегорели. И я все хотела на светодиодный поменять. Уже нашла даже, где они продаются, сколько стоит это все. Плюс, ну, чтобы и заменили, приехали, сделали. И я уточняла в отделе аренды, надо ли мне какое-то разрешение от них получать на замену ламп. А помните, он сказал, оказалось, что они сами это все делают. В общем, уже приехали, пошли за стремянкой. Сейчас буду делать. А еще я только что согласовала цветочки на сегодняшний день. Тоже сейчас их уже грузят в машину, скоро привезут. Покажу вам. Очень смотрите, как все хорошо получается. Вчера холодильник, сегодня лампы. Готовы услышать шокирующую новость. В общем, у меня пошел вниз весь потолок. Точнее, он начал разваливаться прямо у нас на нас, когда начали менять лампы на новые. В общем, суть в том, что оказалось изначально потолок все это время, когда я сюда заехала, он уже был сделан неправильно. Как мне объяснил сейчас мастер, он без подвесов. То есть он ни за что не держится. Он держится на добром слове. И когда начали доставать лампы, одна плитка вообще упала, разбилась, разломалась. Вот эта вот часть вся, которая надо мной, где вот я стою, да, она вообще пошла вся вниз. Мы ее тут вдвоем, я шваброй поддерживала. Этот мужчина вот на стремянке, он, в общем, тоже и головой, и руками. Вы бы видели, как мы сейчас это все держали, как мы это пытались успеть схватить, чтобы оно, вот полностью, чтобы он, знаете, как принцип домино, да, чтобы не начал разваливаться полностью весь. В общем, не знаю, чем все это закончится. Сейчас он как-то будет пытаться что-то делать, хоть немножечко такими подручными методами все восстановить, но сказал, что мне надо вызывать главного инженера, который отвечает за вот эти потолки, и оставить заявку на ремонт потолка. Видите, как я выгляжу, потому что мне все время хочется чесать голову, чтобы как-то мыслительный процесс мой ускорить. В общем, если бы мне сейчас еще привезли сюда цветы, и, представляете, как бы тут было, потолок рушится, просто на голову падает. Я боюсь, чтобы там с полок ничего такого не сняло, да, ну, то есть не попадало, не поразбивалось, чтобы на меня ничего не упало, чтобы этот мужчина не упал тут с этой лестницы. Все, он уже идет. В общем, что будем думать. Итак, у меня две, точнее, три новости. Две хорошие, одна плохая. Начинаю с хороших, я же оптимист. Первое, у меня все-таки свет есть, частично, три лампы горят, и так светло стало, что я прям не узнаю свой магазин, настолько он светлый, настолько он прекрасный. Это была первая хорошая новость. Вторая хорошая новость, мне в это время привезли цветы. Частично я их тут раскидала, что-то на столе, что-то вот там у меня лежит, стоит, вот здесь, и где, и сюда еще Альстромирию доложила, потому что уже ходила с ней, знаете, как в анекдоте, как этот, дурень с дверью, да, так говорят, не помню. Ну, в общем, я ходила по всему магазину, а, вон там еще кустовая какая-то, у меня приехала. Ну, в общем, разные цветочки везде разложены, сейчас буду уже постепенно заниматься чисткой и расставлять холодильник, а то скоро же люди пойдут. Это были хорошие новости, теперь переходим к плохой. Частично уже рассказала, да, плохой новости, что у меня, оказывается, не просто было проблемно с холодильником, оказалось, что все эти годы, что я работаю, я работала просто на волоске от опасности, на волоске от того, чтобы на меня, на Марину, еще на кого-то, либо просто ночью, пока мы бы спали в своих теплых постелях дома, у меня мог рухнуть потолок. Оказалось, что этот потолок, ну, я его не делала, и не делал тот, кто до меня здесь был, арендовал помещение, это вот именно так его подготовили к аренде. И мужчина, который сейчас менял лампы, и вот помните, он сказал, что он начал разваливаться у нас потолок сразу же, он сказал, что это так изначально его сделали, неправильно, неправильно, неверно, абсолютно весь потолок держится на двух тоненьких подвесах, вот-вот по центру. И он говорит, этого крайне мало. То, что вы умудрились повесить еще две металлические тяжелые лампы, и вам это все не грохнулось на голову, говорит, вы просто счастливица, вы просто очень удачливая, вам просто везет в жизни. Я скинула в инстаграм сториз, мне сейчас пришло сообщение, Оля, мне кажется, у тебя паранойя. Вы знаете, я не знаю, что у меня, это паранойя, это меркурий, это еще что-либо, что это за квест такой, ну, как обычно, потянешь за одну ниточку, и начинается, начинается клубочек. В общем, да, мне оставили контактный номер главного инженера вот этого здания, ну, непосредственно моего помещения, сейчас он на больничном, вот он сегодня только ушел на больничный, у нас, да, кстати, сейчас очень много людей болеет, и да, да, болеют именно тем, о чем вы подумали, и у меня, лично уже в моем окружении, большое количество людей, которые либо переболели, либо сейчас на больничном, так что берегите себя, одевайте маски, лишний раз помойте руки, вот, будьте осторожны все-таки, ну, и иммунитет, укрепляйте иммунитет, вот самое главное, если у вас хороший крепкий иммунитет, то маску все равно носите, да, даже я об этом вам сейчас говорю, но мы не об этом, мы о том, что он на больничном, соответственно, сегодня я его не могу позвонить, вызвать сюда, чтобы он мне исправил весь потолок, хотя бы неделю надо выждать, мне оставили его контактный номер телефона, и сказали, как только он выйдет с больничного, сразу его сюда звать, и он должен все переделать, ну как, то есть как таковой потолок он переделывать не будет, он будет его разбирать, и добавлять подвесы, то есть укреплять, чтобы он не упал, потому что опасность не пропала, понимаете, самое главное, то есть мы вернули все на места свои, как было, но угроза того, что он может рухнуть, она над нами висит, в общем, такой вот каламбур, висит потолок, и угроза в виде этого потолка висит над нами, ну я подумала, ну за 7 лет не рухну, ну потерпит еще недельку, как вы думаете, я не знаю, что это, что это такое, и вообще мне жарко, объясните почему, потому что у меня наконец-то таки работает нормально, холодильник, и не забирает все тепло, или потому что я на адреналине, вы просто не видели, то, что видела я своими глазами, когда мы начали первую лампу менять, когда знаете, как вот реальный эффект домино, начали выпадать, вот эти квадратики, просто разваливаться металлическая конструкция, и вот она просто вот так вот пошла вся полотном, сказать, что у меня сердце было в пятках, мне кажется, нет, мне кажется, она еще вообще выпрыгнула куда-то, спряталась в уголочек, чтобы его не накрыло потолком, в общем, вот такие вот дела, вот такие новости, ну, опять же, зато есть, что вам рассказать, есть о чем видео снимать, во всем надо искать позитив, во всем, с другой стороны, хорошо, что я начала менять лампы, для меня не таким сюрпризом стало то, что оказывается, вот с потолком проблемы, что надо еще и с потолком решать вопросы, но это все будет решать, ну, как бы за счет, сам арендодатель, за свой счет, то есть я за это платить ничего не буду, это, как мне сказали, это их косяк, абсолютно их косяк, и они не имели права вообще сдавать в аренду помещение с таким абсолютно опасным потолком, единственное, что, знаете, хорошо, что там вот эти квадратики, которые выпадали нам на голову, они тоненькие и типа пенопласта, картона, ну, в общем, легкие, то есть если бы и упало что на голову, было бы больше страшно, наверное, чем больно, если это большой плюс, но все равно не хочу, чтобы ничего падало мне на голову, ладно, пойду заниматься чисткой цветов, забыла передник, Янке давала в школу на труды, забыла забрать у нее, но буду без передника работать, в общем, я с большего почти все почистила, осталось гвоздить, гвоздичка, вы меня поняли, гвоздика и белая роза, но у меня еще много альбы, хорошей, свежей, я ее все перебрала, и я решила немножечко схитрить, и пока ее придержать, и тем более мне ее некуда ставить, а 2 сорта в одну вазу я не хочу, поэтому пока просто в холодильник поставлю, посмотрю, или сегодня вечером, или завтра уже ее дочищу, сейчас хочу выкинуть, пойти мусор, здесь такой большой-большой черный мешок у меня, с меня размером, и позвонила Лене, не зря я ее сегодня утром увидела, она сейчас мне делает горячий чай с имбирем, и цитрусом, и что, и слойку с творогом, в общем, порадую себя за хорошую работу, за отличную, продуктивную, хотя у меня сегодня еще 4 часа, еще работать, работать, в общем, сейчас пойдут люди уже, я уже почти готова, вот мусор выкинуть, съесть слойку, выпить чай, и что, и знаете, что я делаю, вот эти вот горшки, хризантемка игольчатая, видите, здесь 3 цвета в одном горшочке, их можно высаживать, они очень хорошо приживаются в наших условиях, и потом, как многолетние, цветут каждый год, это мы взяли, от Янкиного класса, всем учителям, в подарок, ко дню учителя, я сейчас занимаюсь тем, что нахожу интересные, из календарика, интересные карточки, и их все подписываю, в общем, ну так, подписываю, чтобы какому бы учителю не попало, чтобы все подошло, в общем, с разными посланиями, из календарика, будут эти горшочки, и уже дети пойдут поздравлять, а учитель достанет и прочитает, вот, например, кому-то попадется, будь ярче, будет забавно, если попадется учителю физкультуры, или трудовику, вот, ну, хотя, почему бы и нет, согласитесь, трудовику, или учителю физкультуры, там такой мужчинка уже возрастной, по-моему, очень даже хороший посыл, ладно, хватит болтать, а то у меня там сейчас чай остынет, мне, вот, кстати, как сейчас холодильник выглядит, вот, я там, видите, завязала на бантик эльстромерию, потому что она такая вся пришла, и, в общем, ее надо было отпаивать, так что, чтобы она ровненько отпаилась, перевязала, вот там вот бантиком, все, вот этот мешок сейчас понесу, ну, что, мои дорогие, без трех минут восемь, я думала, сегодня буду задерживаться, ну, скажу вам, очень, очень, очень спокойные были продажи, ожидала я, что к дню учителя, возможно, у меня будут очереди, очередей не было, да, вечером заходили, но заходили, знаете, вот те мамы, которые от себя берут букеты, то есть, вот именно от школы, через родительский комитет, было парочку таких пар, которые заходили, именно с кассы родительского комитета, но они в итоге пошли искать что-нибудь попроще, подешевле, как они сказали, касса, бюджет очень ограничен, поэтому надо уложиться практически забесплатно, вот, ну, я абсолютно спокойно к такому отношусь, я больше скажу, я даже рассказываю, где приблизительно, что они могут найти, и приблизительно, где какие цены, почему знаю, потому что, ну, по крайней мере, вот в гипермаркетах, где продают цветы, а их всегда на какие-то праздники привозят, вот, я была, я смотрела, и действительно, там в горшках вообще копеечные совершенно цветочки, ну, а им не важно что, им важно именно, чтобы по цене было подешевле, вот, так что, да, были букетики, вот, собирала непосредственно при своих покупателях, но это было все такое от себя лично, то есть, не от класса, ну, а на день учителя, в основном, все-таки, согласитесь, от класса дарят, а много кто вообще отказался от цветов, много кто просто несет какой-то подарочек, все еще модно, все еще актуально, вот эти все съедобные букеты, и поэтому я точно знаю, что много кто заказывал, там, из зефирок, из орехов, там, из фруктов и тому подобное, я таким не занимаюсь, ну, тем не менее, знаю, что, да, да, такие сейчас, нынче, модные букетики для учителей, вот, что еще вам сказать, две минуты мне осталось, свет уже в холодильнике выключил, у меня так светло, аж непривычно вообще, ну, комфортно по поводу температуры, я не скажу, что совсем жарко, ну, потому что я уже говорила не раз, мам, о том, что батареи-то еще не включены, и я сегодня в Сан-Марко, у ребят, ну, мужчин, которые там работают, спрашивала, заходила к ним, говорю, как у вас вообще с температурой, ну, мне было интересно сейчас с ними сравнить, у них-то холодильника нету, они говорят, ну, где-то в пределах 18-19, вот, но мы, говорит, привезли этот обогреватель, ставим, а то мерзнем, так что, ну, да, ну, да, нормально, они мерзнут при 18, включают обогреватель, а мы тут с Мариночкой сейчас шикуем, нам хорошо, вот что значит, знаете, в сравнении мы уже побыли, да, когда было 13-15, мы теперь понимаем, что 18-19, сколько, да, 19 градусов сейчас, сейчас к вечеру, с утра как-то похолоднее, а за день, знаете, надышала здесь, наверное, набегала, ну, вот, плюс люди заходили, стало намного теплее, ну, и где-то еще самым днем прогрелся, магазин все-таки, солнышко хоть какое-то, чуть-чуть, но светило, все, посел, ну, как я вам наговорила, ровно на 3 минуты, теперь могу бежать домой, мои дорогие, я уже дома под ногами, путается Пандора, имя учит, в общем, Пандора жалуется мне на Янку, а Янка мне жалуется на Пандору, и Яночка у меня там вовсю, что-то, посмотрите, кашеварит, по полной программе, я не понимаю, но очень интересно, а что там у тебя получается, что-то, песто, песто делаешь, а мяско будет какое-нибудь, а что тебе мяско, это реально, сосиски, сегодня веган, сегодня мы веган, сегодня мы, можно я буду полувеганом, можно, можно мне сосиску хотя бы, вот смотрел, сосиску бегает, так, сосиску надо покормить, ты и наспала корм? Да. Я честно? Нет. Вот почему я знаю, Яна, когда ты мне врешь, а когда нет, расскажи мне, даже по интонации, я сразу понимаю, Пандора, понятно, что ты тут мяукаешь, ладно, давай, пока Яна будет, меня кормить, я буду кормить Пандору. Так, мои дорогие, слушайте, может, с Яночкой поужинали? Вкусненько получилось, я даже две порции съела, потому что кушать хочется, я все продолжаю запасаться на зиму, без 15, 10 еще, раньше бы я сказала, время детское, ну, потому что я вспоминаю, раньше я не могла, ну, где-то, лишь спать, в такое время-то вообще, обычно там в 12 в час ночи, я постепенно в себе меняла режим, заставляла себя каждый раз, там, вот на полчаса раньше ложиться, но все равно засыпала в 12 в час, я понимаю, что все, я засыпаю, ну, в общем, как вот у меня стоит, вот эта программка Samsung Hands, да, я там сон свой отмечаю, во сколько ложусь, во сколько встаю, ну, и у меня там еще напоминание, что в 10 ложится, в 6 подъема, так что, еще и Пандора, пришла, вот, так что я это, ровненько уже по будильничку, еще 10 нету, но я уже засыпаю, в общем, мои дорогие, ну, сегодня вот такое, видео получилось, бурненькое, да, особенно жалко, что вы не видели, в тот момент, когда у меня падал потолок, так испугался этот мужчина, который там все это сделал, как я испугалась, вам вообще не передать, это реально было страшно, когда на твоих глазах у тебя просто потолок начинает падать, да уж, да уж, ну, в общем, будем надеяться, что все в порядке, все сделают, там ничего страшного, там просто надо крепление сделать, побольше, побольше крепления, в общем, сделать, закрепить им, в разных местах, я это вам, конечно, вырежу, но я вот тут, говорю с вами, и зеваю, чувствую, будет нарезано из кусочков, а вот тут же Пандоры торчат, смотрите, сидит со мной вместе, снимает концовку видео, Пандора, скажи мне вам, ты себя видишь, что ли, Пандора? Как это мило, Ладно, мои дорогие, на этом буду заканчивать, но перед тем, как закончу, скажу, что очень неожиданно быстро пролетела эта неделя, как-то была, она, наверное, наполнена эмоциями, поэтому все прошло просто очень быстро для меня, и завтра уже пятница, ты тоже зеваешь, Пандора, завтра уже пятница, это значит, что? Правильно, это значит, День Венеры, это значит, надо, надо, обязательно, посвятить какое-то время только для себя, заняться тем, что именно вас радует, что именно вас расслабляет, наполняет энергией, дарит вам хорошее настроение, спокойствие, позитив, в общем, все, что нам, девочкам, нравится, завтра не просто можно, но и нужно, поэтому, хорошо, что я сегодня уже вам об этом сказала, вы завтра будете смотреть видео в пятницу, и будете, что будете, будете тоже проводить день с пользой, вы видите, как я говорю, я говорю, я понимаю, что я это, положите передо мной салат, и я в него упаду, все, дорогие мои, благодарю вас, за ваши лайки, за ваши подписки, за ваши комментарии, за то, что вы у меня есть, для вас очень сильно люблю, с вами была Оля, и до новых встреч, пока-пока, Субтитры сделал DimaTorzok